Девка Если чуть-чуть заглянуть, мне кажется, в будущее этого спектакля, я думаю, что он должен, так мне кажется, он должен развиваться как бы в двух направлениях. Он должен стать очень смешным, и он должен стать одновременно с этим очень горьким. Вот если это будет так, то, мне кажется, мы тогда, наверное, достигли и достигаем, но в общем-то, мы стараемся двигаться в эту сторону. Мне кажется, юмор и отчаяние, вот эти два таких очень, в каком-то смысле, даже взаимоисключающих категории, две категории, они являются таким сплавом, который этот спектакль будут держать, будут цементировать. Вот мне кажется, как-то так. Это скульптура. Я на кожу мозгу купила. Символизирует испуг мирного населения во время бомбардировки. Это испуг номер восемь. Константин Юрьевич перед началом обоих проконов говорил о том, что если вы после спектакля перечитаете Островского, то вы поймете, что это именно он. До спектакля, наверное, не стоит, потому что и он совершенно прав, да, абсолютно все. Я играла когда-то в спектакле «На всякого мудреца» в Линкоме. Это был первый спектакль, который я посмотрела, когда пришла в Линком, и это был грандиозный спектакль. Я играла там Машеньку. И, конечно, это два разных спектакля. Но на то, островский гений, что мы можем сегодня на него посмотреть с этой точки зрения. А за что его арестовали? За то, что он вышел на протест. Так и зачем он вышел? Он протестовал против арестов. Чьих? Тех, кого арестовали до него. Когда? Когда они выходили на протесты. Против чего? Против того, что нельзя протестовать. Это очень запутанная история. Та классика, которая в свое время, в XIX веке, островским писалась как актуальная сатира, как текст, который непосредственно реагирует на какие-то события, разворачивавшиеся в то время в обществе, в государстве. И поэтому, когда начинаешь взаимодействовать с этим, надо в первую очередь понять, словить вот это ощущение актуальности. Главное ведь не реконструировать то время, те проблемы, хотя они вроде бы оказываются схожими, и тот способ разговора с залом. Главное уловить вот этот уловленный Островским, по-видимому, в свое время дух времени. Вот, поэтому мы сначала репетировали сам текст Островского, потом стали его модернизировать, добавлять какие-то вещи из нашей реальности, а потом это прорвалось поток, и фактически сочинили по мотивам Островского, на основе сюжетной канвы, на основе тем, которые заявлены Островским, сочинили свой текст. Хотя он целиком, полностью вырос из этого зерна, из-за работы над сатирическим текстом Островского. Островского 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 Островского